Приветствую вас. Давайте разберём Виктория ваш вопрос. Наверное, первое, на что стоит обратить внимание, это на некоторое такое чувство стыда, вероятно. Которое есть у вас чувство стыда и страх прослыть, вот как вы говорите, непорядочное, при том, что вам хочется. То есть непорядочность, она рождается в противоречии, как правило. То есть именно когда человек стыдится какого-то своего действия, именно когда человек отрицает, что он чего-то хочет. Вот. А именно в этот момент, пожалуй, и начинаются трудности, в этот момент начинаются проблемы, в этот момент начинаются сложности. Ну, то есть противоречия, которые другой человек цепляет и уже ведёт себя соответствующим образом. Поэтому момент здесь в том, что вы стыдитесь своих желаний, боитесь чего-то, и мужчина это соответственно чувствует, мужчина не может этого не чувствовать. Вот он и реагирует соответствующим образом. Поэтому здесь момент такой. Это первое, на что хочу обратить ваш внимание. Второе. Очень важно то, как вы выстраиваете взаимодействие с человеком. То есть если вы выстраиваете с человеком взаимодействием, опираясь на личностную историю, то есть чисто взаимоотношения с человеком взаимодействием, то есть если вы выстраиваете взаимоотношения с человеком, опираясь на гендерную историю, то есть чисто взаимоотношения с полом, это другое. То есть здесь есть нюанс. Не очень понятно исходя из вашего, собственно, текста, как конкретно вы выстраиваете отношения с мужчиной на основании чего вы выстраиваете эти самые отношения с мужчиной, что вас объединяет. Потому что, честно говоря, свидание, это некий такой акцент на романтических отношениях. Но этот акцент на романтике далеко не всегда позитивен для, собственно, самих отношений. То есть если и когда люди идут на свидание, то это вот, к сожалению, далеко не всегда идёт на пользу, потому что центрированность на романтике отвлекает от других аспектов отношений. И, на мой взгляд, это очень важный момент, когда нужно, когда можно идти на свидание. А когда лучше не стоит идти на свидание и уж тем более заниматься сексом на первом свидании. Да? То есть это дело немножко не в том, что будете вы порядочной или нет. Дело в том, что, как бы, акцент будет сделан немножечко не на том, да, акцент будет сделан немножечко на других вещах. И в этих вещах ничего, как бы, позитивного для ваших отношений нет. И когда вы переходите на такое оборота отношения, вот, а другие аспекты становятся попросту, говоря, не нудно. Поэтому вот такой достаточно важный момент, на который вы, на мой взгляд, не обращаете должного внимания. Следующее. На что я бы хотел обратить ваше внимание. Так. Значит, к концу свидания повысила паза. Значит, я скоро сказала, что боюсь. В итоге все-таки получилось, и весь лапшал, и после второго свидания прийти, кто ко мне пишет. Связано это с тем, что у вас мало точек взаимодействия с мужчиной. Мало точек взаимодействия с мужчиной. Из-за этого такой вот достаточно бурный всплеск чувств, да, приводит по факту, к тому, что нечем общаться. То есть, как бы, всплеск чувств, чувств. А, бур, да, всплеск чувств, бур. А, если дальше делать непонятно. Именно поэтому как раз таки не рекомендуется высовывать отношения только на секс, а там в том же. Вот. То есть, поймите правильно. Ничего плохого нет в том, что вы переспали на первом свидании, да, и на втором свидании тоже. Поймите это, пожалуйста, ничего плохого в этом нет. Важно то, что этим самым вы снижаете уровень своей активности. И мужчина замолк именно потому, что общаться вам больше не значит судя по всему. Понимаете? Вот. в этом заключается трудность. Ваша трудность. В этом заключается. Понимаете, да, что я здесь имею в виду? Дальше. 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 Дальше, мы... ...пишите в сторону... ...вам... 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 что вы сами к себе сомневаетесь, в чём-то, в чём-то. И это проблема, на которую нужно обратить внимание. Да? То есть вы вступаете в отношения, имея определённые противоречия, страхи, сомнения. Мужчину вы выбираете, как сказал совершенно справедливо, на мой взгляд, мой коллега, достаточно пассивного. Сами пишите, что в позиции ведущей вам быть неприятно. Кстати, чем быть неприятно, это тоже такая достаточно важная история. Чем именно вам быть неприятно в позиции ведущей. А, нет, я понимаю, что, может быть, вам эта позиция, например, не подходит. Я могу это понять, что позиция вам может не подходить. Но именно неприятно, именно неприятно, вы говорите, что вам именно неприятно. Вот очень неприятно, это важный момент. Как бы вы, опять же, не пытались за счёт позиции ведущей, что-то себе компенсировать. В том, что, вероятно, эти позиции как раз такие. Вы боитесь? Вероятно. Вы можете бояться этой позиции, позиции слабой. И, соответственно, если вы боитесь быть слабой, то вы можете тяготеть к тому, чтобы слабой быть. Но, по факту, оставаться всё время сильным. И волей-неволей подавлять, значит, ну, подавлять тех же мужчин, с которыми вы встречали, например. Да? Вот. То есть это, в общем-то, на мой взгляд, ну, довольно болезненный момент. Довольно болезненная история. Вот. Дальше. Значит, следующее. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание. Значит, то ли из-за того, что произошло секс, произошло время, то ли мы с первого раза надо было сексом себя комментируем. Я так не могу. Как вы думаете, о чём могут быть причины? Ну, здесь вы больше права пропагандовать. Я не думаю, что это позитивный момент для вас, если мы будем здесь гадать. Я думаю, что вам непосредственно с вашей собственной тревожностью можно и нужно поработать, чтобы вы лучше понимали, с чем оно связано. Вот. И даже если вы правы, и мужчине действительно что-то там нужно было, то это совершенно точно не означает, что вы должны это ему предоставлять. Я полагаю, это очевидно. Вот. Мужчина мог и испугаться той ответственности, которая, по его мнению, исходит из серьёзных отношений. Мужчина мог и, значит, противначально подумать, что вам от него нужен только секс, а кроме секса, то больше, в принципе, ничего не надо. Да? Все зависит от уровня взаимодействия. Потому что переписка-переписка, но, как я говорил, что вас объединяет, это очень важно. Но мысли, которые лезут к вам, как вы говорите, не просто так. Дело в том, что мысли могут лезть по разным причинам и одна из главных причин заключается в том, что вы видите в качестве значения отношений. То есть, каково значение отношений для вас? Вот это очень важный момент. Мысли лезут вам в голову негативно именно из-за того, что вы хотите реализовать отношения. Важно понимать, что именно. Важно понимать, что вы хотите. Важно понимать, какой свой внутренний конфликт вы решаете. Такая вот история. Дальше. 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 Я думаю, Виктория, что вам нужно разобраться в себе. Вот. Вам нужно поисследовать себя. И. Дальше. Дальше. Будет лучше понять. Лучше понимать вы будете, какие отношения вы хотите выстраивать. И для чего. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Лучше. Я Ouца. Лучше. Я покажу через деб OBID.